Класс, ну такое путешествие я люблю, наконец-то за рулем, куда едешь, туда и ходишь. Всем привет, вы на канале VirusTravel, это вторая серия нашего путешествия в Доминикану. В предыдущей серии мы показали, как мы заселились в отель, сделали небольшой обзор отеля, поехали на экскурсию в Саману, посмотрели китов и также погуляли по пляжу Бавара. А в этой серии мы поедем на арендованном автомобиле в столицу Доминиканы, это город Санто-Доминго. Ну и по дороге в столицу посмотрим другие города, достопримечательности, также увидим маяк Кристофору Колумбу. А еще мы в Доминикане купим уникальный подарок и разыграем его среди наших подписчиков. Чтобы принять участие в розыгрыше, условия будут написаны в закрепленном комментарии под этим видео. Ну там стандартный лайк, подписка, в общем почитайте, вам понравится. Поверьте, это не какой-то магнитик будет. Заваривайте чаек, берите вкусняшку, устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Доброе утро, взяли в аренду машину для того, чтобы поехать в столицу Санто-Доминго. Вот такую машину мы взяли в аренду, сразу ее осматриваем, вот царапина. Это у нас Киа Пиканто, без номеров. Я сюда еле поместился, подлокотника нету, вообще простое, все, навигации нету. Чуть меньше, чем полбака бензина и пробег у машины 163 тысячи километров. Где моя Субару? Страшно в этой машине ехать. Ничего себе, она еще что-то пытается ехать там. Получилось 5,8 каллонов за 1328 песов. Класс, ну такое путешествие я люблю. Наконец-то за рулем, свобода, куда едешь, туда и хочешь. Мы сейчас едем на пляж Макао. Время! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова пляж макао известен местным и туристам как лучший пляж для серфинга в этом регионе доминиканы при входе вы найдете школу для новичков с инструкторами есть и русскоязычные выбирают пляж макао потому что волны тут небольшие но очень протяженные и терпеливые они дадут возможность новичку все таки успеть на них прокатиться пляж макао считается пока диким поэтому он так привлекает туристов для фотосессии однако в 2020 году министерство туризма доминиканы приняло решение облагородить пляж так что очень скоро он перестанет быть диким уже даже открыли пятизвездочный отель так что если вы захотите застать пляж макао именно таким и без людей советуем поторопиться ведь он того стоит добраться туда пока вы сможете только на арендованном автомобиле минут 15 езды от пляжа бавара экскурсии сюда точно не едет общественный транспорт доминикане пока не развит нам с погодой конечно не повезло и пляж макао мы увидели ветреным однако его огромное пространство невозможно не ощутить это мы находимся в городе игуэй как в индии мне напоминает шо попал кто первые кто сигналил тот и проехал надо быть очень аккуратным потому что тут жесть но ведь пирожю мы приехали в их не храм базилика богоматери аль контрасти в общем вот название и вот такая красота машину мы припарковали там есть парковка на удивление бесплатная но все равно как только вы выходите из машины вы едете в машине сразу к вам подбегают эти гаитянцы сделают все для того чтобы себя безбить бабло начинает быть тебе окно в машине сразу будет она нет до свидания и морозится собор посвящен покровительницы доминиканцев богоматери альтагорасии в алтаре собора хранится главная святыня специальной раме икона 16 века с изображением девы марии по легенде больной ребенок увидев деву марию на этом месте у апельсинового дерева выздоровел а позднее здесь же была найдена икона с ее изображением каждый год 21 января сюда стекаются паломники со всей страны чтобы поклониться иконе и попросить ее о помощи базилика входит список самых необычных церквей мира авторы проекта собора французские архитекторы победители международного конкурса на проект сорок седьмом году 80 метровая каменная арка состоящая из двух двух сходящихся вверху по замыслу авторов символизируют фигуру богоматери со сложными в молитве руками здание возведено на месте древнего храма 1572 года это был первый христианский храм в америке посвященный деве марии очень сильный ветер я с собой взял диджай мини 2 ему ветром башню сносит камеру постоянно поворачивают поэтому извините что не плавная съемка была дрон ветром очень сильно сносит хотели за машину за аренду машины рассчитаться карточкой 65 долларов заплатить но она за то что расчет карточкой взяла комиссию где-то там 11 процентов и получилось в итоге 70 сколько там 76 долларов и мы отказались платить карточкой в том числе и депозит карточкой 200 долларов за машину мы рассчитались налички так что учтите на эту машину есть базовая страховка если какой-то дтп то второго участника не оплачивают если эта машина повреждена тогда они 200 долларов эти депозита забирают для аренды машины всего лишь все что нужно было это мои права права без срока действия я с собой на всякий случай привез временные права которые на 2-3 года выдаются в украине международные но они тут не понадобились тех прав было достаточно мы едем по их нему автобану максимальная скорость разрешенная 100 километров в час дорога хорошая бездействие дороги хорошие без проблем едем столицу санта-добинка мы приехали к платным дорогам я не знаю как платить я первый раз доминикане сейчас буду этот квест проходить у нас вайпас окей карты кредит-карты он ли кэш 20 дали сдачу с тут окна не автоматическое надо держать потому что закрылись дали 500 700 мелочи я хребу надурили тени надурили поехали потом разберемся в общем сразу все считайте нас обсчитали оказывается на 6 баксов нам дали должны были еще додать 360 просто потому что курс 158 но получается за это все заплатили 8 баксов потому что проезд по чеку стоит 60 поясов это один доллар с копейкой похожая локация там где форсаж 4 снимали такой обрыв только не было бетонных перегородок спустя километров 15 еще один 10 может 15 километров до немного проехали еще один пост платных дорог был там уже мы заплатили 100 пояс но теперь рассчитайте где-то полтора доллара стоит проехать 15-20 километров на автобане мы сразу свернули на такую дорогу для того чтобы ай-яй-яй с южной части доминиканская республика омывается карибским морем в 30 минутах езды от санта доминго есть город богачика курортный городок славится своими чудесными пляжами которые расположены в лагуне и окружены коралловыми рифами самой бухте есть небольшой остров ломатика остров назван в честь удивительного мангового дерева которое там растет находясь возле маяка колумба я нашел офигенную штучку тут дорога такая смотрите и совершено шипит класс нам очень повезло с погодой не жарко все облачно солнышко нас не палит потому что мы переживали мы так сгоревшие переживали что еще больше сгорим не похоже на маяк это не маяк по сути оно так и я это не маяк это музей колумба мне она больше напоминает вы знаешь когда эти немецкие огромное здание там где людей полили это здание было достроено в девяносто втором году в честь 500-летия открытия колумбом континента америки и доминиканцы считают это здание недоразумением потому что раньше они включали прожекторы которые очень мощно светили вверх где-то на 250 метров и у местных выбило электричество потому что вся энергия пошла сюда и потом перестали это делать и делают это только на празднике на стенах маяка закреплены белые мраморные плиты с высказываниями великих путешественников а также цитаты папы римского иоанна павла 2 это подпись папы римского который девяносто втором году открывал этот маяк денег не взяли сказали за минуту делайте фото и выходить самом здании есть мраморный мавзолей с останками кристофора колумба точное место сохранения колумба неизвестно но на торжественной церемонии открытия майка саркофаг с останками мореплавателя с торжественной процессии пронесли по улицам санта доминка поэтому местные жители нисколько не сомневаются в том что колумб упокоился именно внутри такой длинный туннель под открытым небом и очень много дверей и вот окна видно каждое окно то отдельная дверь внутри но туда не пускают но есть какие-то даты выбитые на этих дверях мне так кажется что в эти даты что-то было найдено и хранится в этом музее музей закрыт в эти двери можно попасть когда закончится пандемия сами сотрудники музея не знают когда это произойдет но каждая страна делала какой-то свой вклад в каждую эту дверь в этом музее вот и там хранится хранится история этих стран которые пожертвовали на этот музей история культурных ценностей также там есть еще библиотека позади нас так называемый папа мобиль на нем везли папу римского на открытие маяка доминикана славится еще внезапными дождями небо вроде бы так и не сильно облачная но это тропическая страна тут может быть ливень а потом через полчаса солнышко светить будьте к этому готовы это нормально надолго тут дождь не задерживается значит вот этот музей маяк колумба а вот на той стороне виднеется карибское море как вы думаете может быть он именно оттуда на корабле приплыл вступил на землю и тут произошло открытие а где он открыл доминикану и америка как вы считаете маяк колумб построили шесть лет потратив на строительство около 70 миллионов долларов архитектором был шотландец джон глиф со своей неординарной идеей он предложил постройку нетрадиционного маяка который будет направлен не в сторону моря а проецировать цветовое изображение на небо на крыше маяка установлено 157 прожекторов которые светят вверх мощный столб света в форме креста виден на расстоянии нескольких десятков километров и символизирует приход на американский континент крестьянской веры кто видел это зрелище говорили что множество прожекторов создают такой крест который виден даже форте рико место для маяка было выбрано не случайно именно там находился первый маяк воздвинутый европейцами еще в конце 15 века из-за влажного климата железобетонная конструкция очень быстро потеряла белоснежность приобрела серовато бурый цвет и теперь выглядит несколько мрачно периодически фасад очищают и обрабатывать специальными средствами но долгосрочного эффекта это не приносит музея присутствуют предметы и документы о путешествиях и открытия христофора колумба а также о влиянии испанской европейской культуры на жизнь коренного населения остров карибского моря мы находимся в городе санта доминго старый город вот припарковали мы машину если вдруг мы ее потеряем я на видео записываю где машина припаркована а вы подскажете напишите в коментах где машина припаркована для того чтобы я нашел если мы заблудимся да наверное мы попали на съемки какого-то фильма потому что закрыт самое главное включить дурака и затик сюда на дурочке ну как будто бы ты тут живешь мы зашли в маленькую лавку и тут как продаются куклы но это не кукла воду это безликая кукла которая символизирует символ равенства между людьми тут есть красивые картины тоже можно приобрести местных художников это парк колумба сейчас мы будем искать статую его смотрите сколько голубей много угадайте что еще сделаю это исторический центр города и когда-то была колония испании отсюда с этого места он начинал просто зарождаться этот город такие улицы похожи немножко дна далекие от барселоны например типа жирона все в таком стиле отсюда мы приехали сюда марина наш гид который вчера возила нас на китов так мы купили билеты билет без аудиогида стоит 80 песо на человека с аудиогидом 100 песо на человека с собаками и пистолетами нельзя этот храм известен также как первый католический собор америки в нем сочетание разных стилей барокко готики возрождение этот собор имел статус главного над всеми церквями нового света и было религиозным центром нового континента лидирующие позиции производстве сигар доминикана заняла уже в двадцатом веке после революционных событий на кубе сша наложила эмбарго на многие кубинские товары в том числе и на сигары это вынудило многих кубинских производителей перенести свое производство находящуюся по соседству доминиканскую республику именно поэтому в доминикане нередко можно встретить и кубинские бренды сигар например ромео джульетта запах табака настоящего запах табака настоящего сооружение у меня уже голова кружится на шоке у меня уже голова кружится на шоке Капец. Я в шоке. Запах такой. Вы видели столько сигар? Их за всю свою жизнь не скурить. Температура, умение контролирует все. Знаете, такой концентрированный запах сигар и табака, что я уже пьяный и кумарной. Флэйву сигара. Флэйву. Байнеля аромат сигар. Байнеля чаколи аромат сигар. Это ароматная сигара. Это премиум табак. Это изнутри. Мужик провел нам экскурсию. Подарил маленькую сигару. Мы его отблагодарили, дали ему где-то 3 доллара. И дальше гуляем по колониальному городу. Старый город. Такая длинная улица. Есть кафешки. Картину он может купить. Сигарная фабрика, в которой только что нам провели экскурсию, находится прямо напротив площади. Там, где памятник, посвященный Колумбу. Зашлю в пиццерию рядом возле табачной фабрики для того, чтобы выпить 2 чашечки эспрессо, 2 кусочка пиццы с хамоном. Традиционал Декюэссо. И все это 235 песо. Это недорого. И вот такая вот ихняя пицца. Мы взяли один кусок на двоих, потому что ждать времени нету, пока они 2 кусочка сделают. Пиццу они нам первый раз забыли посчитать. Посчитали нам ее второй раз. 375 песо пицца стоит. Вот еще раз убедились в их доминиканском стиле. Я ему сказал, чтобы он нам 2 кусочка пиццы, 1 кока-колу, 2 эспрессо. Но это слишком много для одного заказа. И он забыл записать пиццу. Принес нам папси-колу и 2 кофе. Мы сидим ждем, когда же нам приготовят пиццу. 25 минут ждали. Площадь Испании. Солнечные часы. Сверим. Сейчас у нас без 25. Ну, вроде что там... 4 с чем-то, да? Ну да, 4 с чем-то, вроде бы, показывали. В конце площади Испании видно дворец Диего Колумба. Это сын Кристофора Колумба. Оборонительные выступы, видно, отстреливались. Тут пушка была. Стреляли на тот берег. Видно, эта дорога построена позже была. Потому что этот форт еще туда дальше шел. Дороги этой раньше не было. Разваляли форт и построили дорогу. А тут львы, наверное, сидели. С другой стороны площади тут есть колодец, в котором хранится вода чистая, из которой они ее пили. Или погреба винные были. Нет, вряд ли. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что было здесь. Мне очень интересно, почитать будет. Наконец-то я в Доминикане увидел велосипеды. Потому что до этого были только мотоциклы. Похоже на прокатные велосипеды. Они тут тоже есть. Чудненько так погуляли по городу. Сейчас поедем, если сможем найти канатную дорогу, посмотреть канатную дорогу, еще раз полетать дроном. А потом поедем ужинать в классное место, если успеем. Вот наша машина, мы ее нашли. Едем в самом центре Санто-Доминго в городе. По бокам такой вот колорит. Продается все. Люди в маршрутку какую-то запрыгивают на ходу. Маршрутка без дверей. Доместас продается. Вон маршрутка поехала. Люди в эту открытую дверь на ходу запрыгивают. А вы еще жалуетесь на Богдана. Вон посмотрите. Смотри, какая маршрутка. Вон такая маршрутка должна быть. Она такая раздолбанная. Тут все машины, я смотрю, коснутые. Ну, какие дома, как люди живут. Санто-Доминго. Санто-Доминго – это не только столица Доминиканы, но и важный исторический город Нового Света. За последние десятилетия город значительно вырос и стал одним из основных туристических мест Номиниканы. Город делится на две части – восточную и западную. Эти части разделены рекой Азама, которая проходит через центр города. Восточная часть города не так хорошо развита, как западная, которая в последние десятилетия подверглась экономической экспансии. Река Азама впадает в Карибское море. В этом месте раньше находилась стоянка военных кораблей, а сейчас там паромный причал – терминал Дон-Диего. В таком удачном расположении есть еще одно уникальное место – крепость Асама. Это старейший военный форт времен колонизации Нового Света. В 90-м году в составе колониального города старинную крепость Азама включили в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Осваивая новые земли, испанцы опасались нападения голландцев, французов, англичан и морских пиратов. Поэтому возводили в прибрежной зоне мощные укрепления. Вся колониальная часть города Санта-Доминго – это место, в котором собраны почти все исторические достопримечательности. Здесь можно окунуться в прошлое, почувствовать себя словно в небольшом колониальном городе XVI века и увидеть одни из первых зданий, построенных в новом свете сыном великого первооткрывателя Кристофора Колумба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И остался от нее один тапочек. Субтитры создавал DimaTorzok Потому что эти все люди, наверное, местные и с работы едут. А полиция нам сказала без очереди пройти. Классно, полиция очень помогла купить это все, разобраться перевозчикам. Потому что у них только испанский или английский не знают. Но круто! Городская канатная дорога была открыта не так давно, в 2018 году. За час она способна переместить до 3000 человек в одном направлении. С помощью канатной дороги пассажиры добираются к ближайшим веткам метро. Мы попали как раз в самый час пик, когда люди из центральной туристической зоны Санто-Доминго возвращаются домой после работы, и нам местами это напомнило даже наш транспорт в час пик. Причем местные вели себя довольно вежливо, терпеливо стоя в очереди, местами мы могли бы взять с них даже пример. Петух в клетке сидит, видишь? Наверное, для боев с петухами стерегут. Да, смотри, 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 смотри. Пусть ровно так захочется. Я очень рекомендую вам прокататься на Доминиканском Санто-Дениско метро, который на канатное метро, потому что это круто, ни одна экскурсия сюда вас не приведет. Тут местные на работу ездят, это как транспорт для них, а для нас развлечение. Нам привычно, мы же ездим на лыжах кататься и тоже на таких подъемниках поднимаемся. Круто, где вы еще такую красоту увидите? Такое я видел в кино только, например, как где-то в Форсаже. Тут по-любому какой-то гангстер самый главный живет, который данься всех собирает. О бедности, условиях жизни местных в этих районах видео говорит само за себя. И о преступности, я думаю, вы тоже слышали немало. Однако мы увидели и другую жизнь доминиканцев. Мы увидели группу людей, которые собираются и занимаются спортом прямо посреди дороги. Разрисованные крыши домов, которые показывают душу доминиканцев, они все вокруг себя раскрашивают в яркие цвета, как будто бы пытаются раскрасить свою жизнь. Крыши у них вместо балконов, там они хранят вещи, развешивают белье, а некоторые даже делают мини-огородики или террасы с цветами и шезлонгами, где можно отдохнуть и позагорать. Даже на такой крошечной территории проявляют фантазии. А они как-то дружно тут живут. Когда мы сюда поднимались, была только там очередь на том змеевике. А теперь вот и вот аж сюда очередь идет людей. Это все с работы, еду домой. Офигеть! Капец! Вирус Трэвел рекомендует! Все, мы тоже встали. А вон метро. Ну там на билетах написано метро. В трущобке. Ну я бы там хотел бы прогуляться. Переодеться в бомжах. Один раз. Бороду отрастить, испачкаться в грязи и пойти гулять. А кожа? Кожа белая? Так пофиг она бомжом выглядит. Восемь часов вечера. Трасса пустая. У нас бы в Украине такие пустые трассы были. В восемь часов вечера. Красота. Единственный недостаток, тут все ездят с дальним светом, слепят. Тут на это вообще наплевать. И часто встречается тоже, что машина вообще без задних фонарей по трассе едет. Ты ее в самый последний момент замечаешь. Это, конечно, минус. Ну и люди стоят на трассе. Вот едет мотоцикл вообще без фонарей. Без всяких светроотражающих знаков. До Путаканы нам ехать еще где-то 90 километров. Восемь часов вечера надо успеть хотя бы до девяти. Потому что комендантская часть. Хорошо, что будний день. Мы на заправке заправили еще полтора литра. Полтора галлона пива, хотел сказать. Бензина. И вот это взяли 15 баксов. Стоит 6 корон местных. Хочу попробовать. Они стопудово должны отличаться от нашей короны. И два пива ботелированное, которое у нас в отеле разливают. Получилось 21 доллар. На пляже Атлантического океана, если идти где-то... Ну а продолжение этого путешествия вы уже увидите в следующем выпуске. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующую серию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok